This conference will now be recorded. Экспертом в области кадровой работы, опыт работы в консалтинге, то есть я являюсь консультантом, работаю с организациями, по подбору в том числе, уже более 15 лет. Также являюсь автором и разработчиком курсов по управлению персоналом и кадровых курсов. И ближайший наш курс, который стартует 8 апреля, наша тема планирования подбора как раз входит в структуру нашего курса менеджерства персонала уровень 1, на который я и хотела бы вас пригласить. В нашем учебном центре уже 29 лет и на сегодняшний момент у нас более 1 миллиона выпускников, более тысячи разных курсов и кадровые курсы, в том числе курсы по управлению персоналом и порядка 250 преподавателей-экспертов. Мы достаточно давно существуем на рынке, у нас есть определенные преимущества, это и гарантии качества, так как мы используем определенные методики преподавания, используем современные технологии, гарантии результата. У нас курсы практикоориентированные, кроме того, наши эксперты-преподаватели обеспечивают поддержку уже после прохождения обучения. Так, например, мои слушатели могут написать мне вопрос, я с удовольствием контактирую с нашими слушателями. Кроме того, у нас есть HR-сообщество, наша группа и ВКонтакте, и в Фейсбуке, где можно задавать вопросы, мы рассматриваем разные интересные кейсы. Также это, например, гарантия сохранения средств организации, если, допустим, за обучение специалиста оплачивает организация, но этот специалист по той или иной причине не сможет обучиться, то наш центр может обучить любого другого специалиста данной организации. Также у нас удобное расписание занятий, то есть можно заниматься и днем, а утро-день у нас есть занятия, у нас есть по вечерам занятия и занятия по выходным дням. Кроме того, у нас есть и занятия по вебинару, и очные занятия, есть такая форма, как форма открытого обучения. Итак, тема нашего мастер-класса – это «Как планировать подбор? Считаем воронку». Что мы с вами рассмотрим? Ну, во-первых, нужно ли планировать подбор персонала? Мне очень часто задают этот вопрос. Зачем планировать то, чего мы, собственно, не знаем? На самом деле, планы и перспективы руководства есть, и есть стратегии развития организации, поэтому планировать нужно. Конечно, подбор – это важный бизнес-процесс, и без планирования того, какое количество вакансий планируется закрыть в предстоящем году, мы просто не сможем с вами организовать эффективную работу. Также мы с вами рассмотрим, для чего нужна воронка подбора. Это очень, так скажем, интересный инструмент, который, по сути, это маркетинговый инструмент, но мы его активно используем и в HR. Это очень удобно, это помогает рекрутеру. Рассмотрим с вами один из вариантов построения воронки, потому что единого подхода нет, то есть разные рекрутеры предлагают какие-то свои версии. Я вам предложу свой вариант. Поэтому рассмотрим данный инструмент, как он помогает при планировании подбора, и как его использовать в своей профессиональной деятельности. Что касается плана, как я уже сказала, у руководства есть перспективные планы по введению новых должностей в штатное расписание, планы по росту и развитию. Поэтому, конечно же, мы планируем подбор. У нас есть и стратегический план, на базе которого мы составляем годовой план. А также мы можем его разбить по кварталам, потому что очень важно понимать, в какой срок какие вакансии закрывать. Поэтому для того, чтобы составить план, нам нужно определить, сколько вакансий предстоит закрыть. Как правило, мы руководствуемся заявками от руководителей подразделения, потому что есть планы по открытию новых подразделений, по открытию новых должностей, например. И руководители структурных подразделений, конечно же, в курсе перспективных планов. Кроме того, руководители подразделений, например, в курсе, какие сотрудники планируют уходить, покидать организацию. Более того, нужно поддерживать контакт с нашими внутренними заказчиками, с руководителями структурных подразделений, чтобы они нам эту информацию своевременно предоставляли. А факторов, которые влияют на потребность организации в персонале достаточно много, это и внешние факторы, как в целом рынок труда, законодательство, экономические факторы, да, различные. А также это и внутренние факторы, то есть цели самой организации, то есть планирует организация развиваться или планирует сокращать рабочие места. Финансовый ресурс организации, технология, потому что, например, введение новой технологии также влияет на потребность организации в персонале. Кроме того, что мы еще учитываем при планировании? Это коэффициент текучести кадров. Как правило, мы анализируем, например, в прошлом году, какое количество сотрудников уволилось. Желательно взять несколько лет, проанализировать динамику, проанализировать, какие факторы повлияли, например, на рост текучести. Как может измениться показатель текучести в предстоящем году, то есть проводить такого рода аналитику крайне важно. В разных сферах деятельности, в разных отраслях этот показатель может различаться. Где-то есть очень высокий показатель текучести, например, сетевой ритейл. Но в любом случае мы ориентируемся на эти показатели при составлении плана на перспективу. То есть у нас есть перспектива, какое количество планируется открыть новых рабочих мест. У нас есть показатель текучести за предыдущий год. И, исходя из этого, мы сможем определить примерное количество вакансий, которые нам предстоит закрыть. Конечно же, мы крайне редко можем вписаться 100% в тот план, который составим. Но даже если вы процентов на 80 выполните этот план, это уже, собственно, хорошо. Потому что действительно разные факторы могут изменить эти показатели. Вот мы определили одно количество вакансий. Какие-то факторы могут измениться. И, допустим, нам предстоит подбирать меньшее количество сотрудников. То есть предсказать динамику внешней среды, какие факторы изменятся. В пандемии мог кто-нибудь предсказать, что он так затянется. То есть могут разные факторы этот показатель поменять. Но планировать важно. Поэтому сначала мы определяем, сколько сотрудников нужно подбирать с учетом различных факторов. Далее важно рассчитать, как долго придется подбирать. Потому что на разные категории персонала у нас с вами разные сроки на закрытие вакансий. Определяем методы поиска персонала. Потому что метод напрямую влияет на стоимость подбора. Одно дело мы ищем собственными силами. Или мы, например, привлекаем кадровое агентство. Что мы используем, какую технологию. Executive search или, например, headhunting. Далее считаем расходы. Еще очень важно рассчитать нагрузку на одного рекрутера. Потому что, увы, ресурсные возможности команды рекрутеров, они, как правило, ограничены. Редко какая организация может похвастаться большим количеством рекрутеров, менеджеров по подбору. Поэтому очень важно оптимальным образом организовать работу с сотрудниками по подбору. Поэтому важно определить нагрузку на одного рекрутера. Далее суммируем расходы на подбор и формируем бюджет. Есть еще, например, такой показатель, как стоимость подбора на одного сотрудника. То есть, сколько мы вакансии закрыли и во сколько нам обходится закрытие одной вакансии. Сейчас у нас везде на повестке дня это оптимизация. И подбор как бизнес-процесс тоже мы можем оптимизировать. Посредством подбора мы можем решить такие проблемы, как планирование работы сотрудников отдела по подбору. То есть, планировать работу отдела важно, потому что важно понимать, в какой период, какое количество вакансий закрывать. То есть, если мы это планируем, мы сможем организовать закрытие вакансий в срок. А часто руководители подразделений, наши внутренние заказчики, недовольны работой рекрутера. И одна из претензий, которую достаточно часто приходится слышать, это то, что очень долго. То есть, сначала говорите один срок, по факту другой срок, долго. То есть, нужно научиться считать срок закрытия вакансии, показать, из чего складывается этот срок, откуда мы взяли эту цифру. Потому что руководитель очень хорошо реагирует на цифры, когда мы все раскладываем по полочкам, оцифровываем все наши процессы. И тогда, если мы понимаем срок, мы его рассчитали, мы можем обозначить этот срок руководителю и обосновать этот срок. А также планирование позволит нам сформировать бюджет и защитить его перед руководителем. Потому что любой процесс, и подбор в том числе, предполагает определенные затраты. И важно, эти затраты обосновываются. То есть, вот какие аргументы мы можем привести. Мы рассчитали, у нас есть конкретные цифры. И наши аргументы, это то, что подбор сотрудников мы запланировали, исходя из целей компании. Да, у нас есть перспективные планы. И руководствуясь перспективными планами и текущей ситуации, мы определили, какое количество локансий, в какой период будем закрывать. Также мы можем, какой аргумент привести, что количество менеджеров по подбору минимально. Это будет видно из нашего расчета. И затраты на подбор, они минимизированы. То есть, ну опять же, с учетом наших целей. Кроме того, мы сможем еще и планировать работу с кадровым резервом. Если у нас это есть, если мы работаем с кадровым резервом, мы видим, какая вакансия когда у нас открывается, когда нам предстоит закрыть ту или иную вакансию. И мы можем рассматривать в качестве претендента на данную вакансию нашего резервиста. Таким образом, мы планируем годовой план с разбивкой по кварталу, по подразделениям, по должностям. Готовим обоснование, почему у нас возникла данная вакансия, с чем это связано. И далее, в какой месяц, примерно какое количество вакансий нам с вами предстоит закрывать. Что касается воронки подбора, существуют разные подходы к расчету данной воронки. Прежде всего, воронка, она включает в себя перечень этапов, перечень действий, через которые менеджер, по сути, проводит кандидата на должность. А вот чем лучше проработаны данные действия, тем эффективнее подбор, тем легче заинтересовать претендента. По сути, воронка подбора – это наш инструмент для определения проблем в процессе подбора. Воронка показывает, на каком этапе у нас западает, то есть на каком этапе возникает проблема. Понимая данную проблему, можно разработать способы решения данной проблемы. Вот мы рассмотрим с вами воронку, как способ определения затрат времени рекрутера на закрытие одной вакансии. Потому что при помощи воронки мы можем с вами посчитать, сколько же мы тратим время на закрытие одной вакансии. Это очень важно, потому что это позволит планировать нашу с вами работу. То есть мы берем с вами резюме на входе, то есть с учетом специфики компании, с учетом специфики вакансии, которые мы закрываем, это может быть разное количество резюме на входе. Иными словами, воронка – это этапы с момента рассмотрения резюме. Иногда добавляют еще нулевой этап – это разработка требований к должности. Мы возьмем резюме на входе и идеальный сотрудник на выходе. То есть, чтобы нам закрыть одну вакансию, к примеру, нам нужно рассмотреть 120 резюме. А далее у нас каждый этап характеризуется определенной конверсией. Из 120 резюме мы отсеиваем нерелевантные резюме, которые не соответствуют нам, допустим, по требованиям к должности. Делаем 20 звонков, проводим, к примеру, 10 встреч. В итоге получаем трех финалистов, из которых выберем нашего идеального сотрудника. Таким образом, у нас есть комплектные действия. Составить объявление. То есть нам требуется, ну, это определенное время. А мы можем детализировать эти действия. У меня пример подчеркну, да, то есть их может быть больше, этих действий. Я начала с момента составления объявления. Составляем объявление. Предположим, да, вот, предположим, у нас есть профиль должности. На основании профиля должности составляем объявление. Согласовываем с нашим внутренним заказчиком и размещаем данную вакансию. Вот, сколько на это требуется времени. Ну, у каждого, так скажем, это может быть свое время какое-то. Я взяла в качестве примера 60 минут. Далее, просмотры резюме. Из расчета 120 резюме, если у нас на входе, то возьмем по одной минуте. Ну, чтобы понять по первичному, да, так скажем, ознакомлению с резюме, соответствует или не соответствует, это еще 120 минут. Далее 20 звонков. Предположим, один звонок – это 10 минут. Кажется, ну, мы готовим телефонное интервью, мы задаем определенные вопросы. Это еще 200 минут. Чтобы провести 10 встреч, первичных встреч, нам потребуется еще где-то 60 минут на одну встречу. У нас их 10, и это еще 600 минут. На финальных кандидатов мы тратим большее количество времени, потому что речь идет и о собеседовании с непосредственным руководителем, о принятии решений. То есть в среднем это может быть 90 минут на одного такого финалиста. Это еще 270 минут. Итого считаю. У нас получается на закрытии одной вакансии 1250 минут, что составляет 21 час. Я подчеркну это примерно, потому что вы можете считать такую воронку по разным категориям вакансий. А у нас есть линейный персонал, или есть, допустим, узкопрофильные специалисты. А время будет различным. И воронка будет отличаться. Поэтому для разных категорий мы можем составить разную воронку. Здесь мы рассматриваем только в качестве примера. А предположим, это вакансия специалиста, это 21 час на закрытие вакансии специалистов. Это если наш рекрутер, который работает по данной вакансии, больше ничего не делает, вот 21 час ему потребуется на закрытие вакансии. Так вот, как понять, оптимально у нас количество рекрутеров или нет? Потому что я очень часто, ну, передо мной ставили такие задачи, то есть оптимально ли у нас количество сотрудников в организации. Поэтому мы можем посчитать, оптимально или нет. Потому что когда я показываю руководству, допустим, цифры, удивляются, потому что они просто не знают, так как менеджеры по подбору не всегда могут донести информацию о реальной своей работе. А вот если мы представим цифры, мы покажем, что время оптимальное мы рассчитали, так вот, как определить, много рекрутеров или мало, используя воронку по отбору. Возьмем в качестве примера сеть розничных магазинов. Предположим, мы берем коэффициент текучести, у нас примерно одинаковый из года в год, в сетевом ритейле высокие показатели текучести. Предположим, в 2020 году у нас уволилось 450 сотрудников, от предыдущего года эта цифра не сильно отличается. В 2021 году планируется открытие еще одного магазина, нам потребуется еще 52 вакансии закрыть новых. То есть 52 вакансии по плану, плюс наш коэффициент текучести, но исходя из того, что определенное количество ныне работающих сотрудников в нашу организацию покинет. Наш оптимистичный прогноз, что это будет не больше 450 сотрудников, как это было в 2020 году. И то ГОМа получили 502 вакансии. Далее нам нужен эффективный фонд времени одного рекрутера. Мы берем производственный календарь. То есть норма часов по производственному календарю. Рекрутеры у нас обычно работают 5-2. И берем норму часов за год. Это 1970 часов. Это по производственному календарю. У нас работает рекрутер один. Также наш рекрутер еще ходит в отпуск. Поэтому есть смысл отпуск, продолжительность отпуска 160 часов вычесть. И получить эффективный фонд времени работы одного рекрутера у нас составит 1810 часов. Далее мы считаем трудозатраты с учетом нашей воронки подбора. Подчеркну, если у вас несколько воронок, то мы можем суммировать эти разные воронки, потому что у нас будет разное время закрытия на разной категории вакансий. У нас 502 вакансии. Мы умножаем на 21 час и получаем, что для того, чтобы в 2021 году закрыть 502 вакансии, нам потребуется 10 542 час на все вакансии. Далее мы берем это количество часов и делим на эффективный фонд времени одного рекрутера. То есть один рекрутер в год у нас работает 1810 часов. Опять же, это тоже весьма оптимистичный прогноз, потому что рекрутеры иногда болеют, иногда берут отпуск. Мы это здесь ничего не учитывали. Мы вычли только отпуск из нормы часов по производственному календарю. Таким образом, если мы разделим количество часов, которое нам требуется на закрытие всех вакансий, на эффективный фонд времени одного рекрутера, то мы получим 5,80. То есть это около 6 человек нам требуются рекрутеров. В идеале это 6 человек, потому что действительно кто-то может заболеть, чтобы нам не сорвать план за подбору и закрывать вакансии в срок. Если рекрутеров будет мало, мы не сможем это обосновать, то в результате может пострадать качество подбора, потому что рекрутеры будут работать на количество, ну и в результате у нас увеличится коэффициент текучести, то есть будет большой отток вновь прибывших сотрудников, потому что не будет проработан этапов, на это просто у рекрутера не будет времени. Таким образом мы можем обосновать руководителя, что нас мало, а в идеале нас должно быть, ну чуть больше, чем есть на текущий момент времени. Вот как мы это можем определить. То есть у нас есть план по подбору, мы разбили вакансии по месяцу, например, в январе нам надо закрыть 43 вакансии, в феврале 61 вакансию. Предположили, что у нас в отделе на сегодняшний момент 4 рекрутера. Мы взяли полугодие, разбили по месяцам количество вакансий, которые нам предстоит закрыть, и далее мы смотрим, а какое количество вакансий приходится на одного рекрутера. И здесь мы видим, например, в январе это 10,75, а, например, в апреле гораздо больше. Соответственно, если мы берем с вами 43 вакансии в январе, делим на 10,75, ой, делим на 4, простите, 43 делим на 4 рекрутера, то есть столько, сколько у нас в отделе, получаем цифру, это количество вакансий на одного рекрутера. Далее умножим количество вакансий на время закрытия одной вакансии. У нас это в примере 21 час. Здесь мы можем округлить, например, 10,75, возьмем 11 вакансий и умножим на 21 час. У нас получится 231 час. А в течение месяца, ну вот если мы берем месяц стандартно, фонд времени, в течение месяца одного рекрутера, который работает 5-2, это 160 часов. А на закрытие 11 вакансий требуется 231 час. Это если этот рекрутер вообще больше ничего делать не будет. Но мы знаем, что, например, в ряде случаев на менеджеров по подбору возлагают и другой функционал. Например, курирование новичков на испытательном сроке. То есть они еще какую-то другую работу выполняют, проводят различные welcome-тренинги, например. То есть есть еще другая работа. Кроме того, мы здесь в этом 21 часе не считали ни профиль должности, ни должностной инструкции, вообще ничего. То есть реальный объем работы может быть чуть больше. И таким образом, если у нас на 11 вакансий требуется 231 час, то имеющееся количество рекрутеров достаточно с трудом справиться с поставленной задачей. Для этого достаточно 231 час разделить на 160 на время работы одного рекрутера в течение месяца. Таким образом, мы видим, что один рекрутер у нас может не справиться. И здесь мы можем с вами подумать. Вот у нас есть 21 час, как нам его оптимизировать. Потому что ресурсы нашей команды рекрутеров они ограничены. Хорошо, если руководителю мы сможем это обосновать и руководитель согласится принять в штат еще сотрудник, который будет заниматься подбором. Но наша задача понимать, что вот у нас есть 21 час, как мы можем это оптимизировать? Время, как мы можем ускорить этот процесс таким образом, чтобы не пострадало качество подбора. Так вот, для чего нужна воронка подбора и какие проблемы она позволяет решить? Прежде всего, она позволяет проанализировать разные этапы процесса подбора. Их может быть много. То есть, резюме, телефонное интервью, у вас может быть предусмотрено видеоинтервью, тестирование. Сейчас широкую популярность набирает онлайн-тестирование кандидатов, когда кандидат получает ссылочку, проходит тест. Также это может быть проверка службы безопасности. Это может быть очное интервью с руководителем. Джоп-офер, в конце концов, подготовить. Организовать выход соискателя на работу. То есть, каждый этап характеризуется определенной конверсией. То есть, мы можем более детально рассмотреть эти этапы, либо менее детально. Все зависит от цели нашего анализа. В любом случае, воронки подбора целесообразно отображать число просмотренных и отобранных резюме соискателей, конверсия, количество проведенных телефонных интервью, личные собеседования, численность финалистов, которые у нас успешно прошли подбор, ну и также очень важно анализировать причины отказа кандидата. Здесь у меня пример воронки, где, по сути, не учли ресурсы команды рекрутеров на обработку всего трафика. Здесь мы видим 448 резюме на входе. Это слишком много. Слишком большой трафик, это не всегда хорошо. И выбор из сотен нерелевантных резюме, это, по сути, впустую потраченное время рекрутеров. Проблема этой воронки много нерелевантных откликов. И непродуманный барьер для отсева трафика на старте. Какое решение может быть? То есть важно отсеять неподходящих кандидатов. Для этого нужно четко сформулировать критерии, то есть барьеры отбора. Важно уточнить требования к кандидату на этом этапе. Если наоборот, вот здесь мы видим конверсию, если наоборот конверсия недостаточная, у нас слишком мало на входе резюме, это может говорить тоже о разных проблемах. В первую очередь это может быть неэффективный источник трафика. То есть есть, может быть, смысл сменить работный сайт. Не там ищем. Требования к кандидату не соответствуют рынку. Это еще одна проблема. Нужно проанализировать. Или проблема может быть более глобальна. Например, имидж работы дателя и целевые кандидаты просто не откликаются на нашу вакансию. Это тоже требует всесторонней аналитики. У каждой компании есть своя собственная статистика о том, сколько нужно набрать целевых контактов, чтобы закрыть одну вакансию. Показатель конверсии может быть различный для разных компаний. Конверсия может быть 50, 100 или только 30 резюме на входе. Этого будет достаточно для закрытия вакансии. Здесь важно учитывать специфику компании, а она может иметь свои особенности. Также важно учитывать специфику самой вакансии, потому что для разных вакансий может быть разная конверсия. То есть в зависимости от того, кого мы ищем, линейный персонал или узкоспециализированного специалиста. Если проблема недостаточное количество кандидатов на входе, анализируем причины. Неправильное сообщение, не те каналы, не умеем продавать, то есть у нас должен быть продающий текст вакансии. Это может быть. Недостаточный уровень подготовки рекрутеров, которые могут не знать, как построить диалог. Вывод один. Нужно работать над привлечением релевантного трафика. Для закрытия разных вакансий, ни для кого не секрет, конечно же, для разных вакансий используют разные источники трафика. Так, например, для IT-специалиста, если мы ищем IT-специалиста и закрываем IT-вакансию, суперджоп малоэффективен. А вот профессиональное сообщество и соцсети гораздо более эффективный источник трафика. Оперативный анализ воронки позволит нам корректировать поиск, то есть понять, эффективно или неэффективно мы используем те или иные источники трафика. А грамотно выстроенные этапы воронки позволят сделать проблему более локальной. То есть локализовать проблему, ну и принять меры, проанализировать, почему эта проблема существует и как мы можем ее оптимизировать. Иными словами, понимая вот эти вот этапы, конверсию на разных этапах, мы сможем более эффективно работать по подбору. Это очень важно. Вот в командах с ограниченным ресурсом в подборе корректные воронки позволят увеличить результативность подбора. Ну и, так скажем, оптимизировать время работы рекрутера, что очень важно. Здесь вот у меня показан пример. Статистика отказа кандидатов на этапе телефонного интервью. И мы видим, что информация о вакансии представлена неполно. Мы видим из этого примера, что сфера деятельности, расположение офиса, зарплата не уточнена в объявлении о вакансии. Нужно конкретизировать информацию о вакансии, чтобы вот отсеять этот нерелевантный трафик, то есть кому неудобно местонахождение офиса или кого-то еще что-то не устраивает. То есть нам надо конкретизировать эти параметры. Кроме того, нужно проработать само телефонное интервью по скрипту. График, зарплата, геолокация, когда готов выйти на работу, в конце концов, на какой срок ищет работу. Четко и подробно рассказать об обязанностях. Так вот, что нам дает воронка подбора? Мы можем ее использовать, чтобы увеличить эффективность, повысить эффективность работы рекрутера, работы менеджера по подбору. То есть благодаря воронке, грамотно составленной, рассчитанной, мы сможем в свое время закрывать вакансии, рассчитать нагрузку на рекрутера и аргументировать это перед руководителем. Можем оптимизировать конверсию на каждом этапе. По сути, это оптимизация бизнес-процесса, такого важного, как подбор. Мы можем определить эффективность работы по каждой вакансии, а также мы сможем определить эффективность каждого рекрутера, сравнить, какой рекрутер у нас работает лучше, какой хуже. Ну и кроме того, мы сможем повысить эффективность работы с внутренним заказчиком. И вот по поводу внутреннего заказчика как раз хотела поделиться то, как я это делаю, то есть, как нам повысить эффективность взаимодействия с внутренним заказчиком. Претензии очевидны. Долго, неадекватные сроки и так далее. Наша задача рассчитать эти сроки и указывать адекватные сроки закрытия вакансии. Что мы учитываем? Какие факторы? Категория персонала, то есть это может быть массовый подбор, специалисты и руководители. То есть разные сроки. Здесь у меня в качестве примера у вас это могут быть какие-то другие сроки, то есть, ну вот, сколько вы закрываете по времени, сколько требуется времени на то, чтобы подобрать начальника структурного подразделения или ведущего специалиста. С учетом вашей специфики. То есть у меня здесь качество и примеры. Руководители – это 60 дней, специалисты – 30, и массовый подбор – 14 дней. То есть категория персонала, сложность закрытия вакансии, потому что есть вакансии, которые, ну, расходятся как горячие пирожки, легко закрываются, а есть вакансии достаточно сложные. Это может быть низкая зарплата, либо требования, так скажем, мы ищем узко специализированного специалиста, и таких специалистов крайне мало на рынке. А тогда у нас сроки могут немножко измениться. Поэтому, учитывая сложность, я использую два коэффициента. Это коэффициент сложности и коэффициент срочности. То есть сложность и срочность. Как я это делаю? Ну, вот сложность закрытия вакансии. Я беру следующий коэффициент. Если низкий коэффициент сложности, в каком случае низкий коэффициент сложности? Если много соискателей, рынок труда богат, в данном конкретном случае, зарплата соответствует рынку, офис расположен удобно, требования к кандидату стандартные. Тогда сроки могут быть чуть меньше. Я использую коэффициент 0,5. Если средний, то в этом случае отклонения от предыдущего, они незначительные, я беру единичку. Если высокий уровень сложности, высокий уровень сложности тоже определяется разными причинами. Уникального специалиста, например, ищу. Тогда я беру коэффициент 1,5. Если я беру коэффициент 1,5, то же самое и со срочностью. Срочность, ну, если это одно дело, это вакансия по плану, мы заранее к ней готовились. Другое дело, если это не по плану, это экстренный случай какой-то, и очень быстро нужно подобрать кандидата, это когда нужно буквально все бросить, да, и работать именно с этой вакансией. Так вот, если низкий коэффициент, то вакансия перспективная, и нам не нужно все бросать, тогда срок может быть чуть больше. Это если плановая вакансия, мы заранее ее видим, заранее можем к ней подготовиться. Тогда мы можем взять коэффициент 1,5. Средний – это стандартные сроки, единичка. И высокий – это когда нужно в очень короткие сроки закрыть вакансию. Пример. Я беру коэффициент сложности, прибавляю коэффициент срочности, делю на 2, то есть средний показатель определяю, и умножаю на количество дней соответствующей категории данного персонала. Предположим, у нас специалист, стандартный срок, если везде коэффициент единичка – это 30. Предположим, у нас высокий коэффициент сложности. Ну, ищем какого-нибудь специалиста с определенным набором знаний на рынке таких мало. Особенно, если у нас есть региональные представители, то одно дело, мы скрываем вакансию в Москве, здесь специалистов требуемого уровня квалификации больше, другое дело, если мы скрываем вакансию где-нибудь в регионах. Там это может быть процесс посложнее. Предположим, коэффициент сложности 1,5, срочности нет, единичка, стандартные сроки. Далее 1,5 плюс единичку, 2,5 мы делим на 2 и умножаем на 30. Вот у нас стандартный срок – это 30 дней специалистов. В данном конкретном случае у нас получается 37,5 дней. То есть срок как бы увеличился, потому что вакансия более сложная. И таким образом нам проще будет работать с нашим внутренним заказчиком, потому что мы сможем эти сроки реально обосновать, посчитать и реально обосновать. Вот, собственно, что может повлиять. Наша тема, которую мы сегодня рассматривали, входит в структуру нашего курса «Менеджер по персоналу». У нас там разные вопросы, у нас там темы, посвященные подбору, оценке персонала, обучению, развитию, адаптации, мотивации. На сегодняшний момент «Менеджер по персоналу» является достаточно востребованным вакансией. Если мы проанализируем тот контр суперчок, то мы увидим, что достаточно много таких вакансий. И мы можем, пройдя данный курс, украсить свое резюме определенными компетенциями, такими как, то есть чем мы занимаемся на курсе. Это моделирование компетенции, разработка должностных инструкций. Рассматриваем разные методы подбора, оптимизируем подбор. Рассматриваем разные варианты оценки, методы оценки персонала, адаптации, обучение. То есть программа у нас достаточно насыщенная. Кроме того, у нас новая дипломная программа, которую я не могу вам не представить. Это «Менеджер по управлению персоналом». Это новая. Ранее у нас была дипломная программа. Это «Директор по персоналу». Но не все хотели быть директором. И вот у нас появилась новая программа. Называется «Менеджер по управлению персоналом». А вот в презентации как раз есть активная ссылочка. В структуру нашей дипломной программы новой входят 10 курсов. И вот «Менеджер по персоналу» – это базовый наш курс. Также есть правовые аспекты, профстандарты. Спасибо большое, Мария, то, что продублировали ссылочку в чате. А также вот у нас новый курс – это эффективное закрытие вакансии в 2021 году собственных хантинг, карьерные консультирования, оплата труда, потому что сейчас оптимизация на поверхности дня. И здесь очень важно разобрать эти типичные ошибки, потому что оплата труда в условиях пандемии у многих компаний показала свою полную неэффективность. И возникла объективная необходимость пересматривать эти системы. Задача менеджера – обладать данными компетенциями. Также входит менеджер по оценке и аттестации, менеджер по обучению и современные методы работы с кадровым резервом. Если вы у нас уже проходили какой-то из этих курсов, то эти курсы все можно будет зачесть в эту дипломную программу, если с момента окончания данного курса прошло менее одного года. Я же вас приглашаю присоединиться к нашему курсу, который стартует 8 апреля. Мы начинаем по вечерам. Занятие четверг, пятница, вторник по вечерам. Поэтому приглашаю вас. И сейчас буквально ненадолго хочу передать слово нашему специалисту, нашего центра, Мария. Большое спасибо. Дорогие участники семинара, добрый вечер всем. Меня зовут Мария Зуева. Я менеджер отдела по работе с клиентами. Светлана Владимировна, большое спасибо. Семинар очень классный, полезная информация. Еще раз для участников отмечу, что Светлана Владимировна является одним из наших ведущих преподавателей. Преподавателей практиков данного направления ведет более 20 различных курсов по работе с персоналом, кадровое дело производства, профстандарты, много всего еще интересного. По поводу дипломной программы хотела отметить, что это очень выгодное предложение нашего центра. Каждый курс в программе идет с очень хорошей скидкой. Светлана Владимировна отметила верно. Если часть курсов уже прошли, их можно будет перезачесть. Данная программа обеспечит вас всей необходимой подготовкой для успешного старта в данной престижной и интересной профессии. Программа составлена на основе актуальных требований работодателей по позиции менеджера по персоналу. Плюс по окончании программы вы получаете престижный документ. Это диплом о профессиональной переподготовке. Данный документ регистрируется в Росреестре. Программа рассчитана на начинающих. Если эта сфера для вас новая, никакой специальной подготовки от вас не требуется. Еще раз отмечу, что начать обучение можно уже с 8 апреля. Торопитесь записаться, пока места есть. Ссылка на программу обучения и ссылка на курс менеджера по персоналу, который ведет Светлана Владимировна, находится в чате. Приходите учиться. Для вашего удобства у нас есть разные форматы обучения. Можно обучаться очно, можно обучаться онлайн. Есть индивидуальное обучение. Особое внимание хочу обратить на формат открытого обучения. Это фактически групповые занятия по цене индивидуальных. Преимущество данного формата в том, что вы занимаетесь в удобном ритме, с поддержкой от преподавателя, независимо от других участников группы. Усвояемость в таких группах на 30% выше, чем при обычном классическом формате. Ну и не отключайтесь до конца. Всех вас ждет приятный бонус. Каждому слушателю сегодняшнего семинара мы даем возможность получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию. Если вы хотите прокачать свой уровень, повысить квалификацию, сменить сферу деятельности, но не знаете с чего начать, наши консультанты индивидуально с вами проработают путь развития. Чтобы ею воспользоваться, необходимо позвонить по телефону или написать нам на e-mail и назвать промокод. Иду вперед. В чате информацию я вам продублирую. Не теряйте времени, займитесь улучшением своей позиции на рынке труда уже сейчас. Для уточнения информации и записи на курсы прошу обращаться. Контакты направлю в чат. Возвращаю слово Светлане Владимировне для ответа на ваши вопросы. Спасибо большое, Мария. Я также хочу обратить внимание, что менеджер по персоналу, уровень первый, он входит в структуру очень многих программ у нас. У нас очень широкий перечень программ. Так вот, менеджер по персоналу является базовым курсом по четырех дипломных программах. У нас есть менеджер по управлению персоналом. Это новая программа, которую я вам представила. Это диплом о профессиональной переподготовке 284 часа. Директор по персоналу, аналитик данных, что тоже сейчас очень востребовано. Мы сейчас с вами не что иное обсуждали, как аналитику, связанную с подбором. Есть отдельный курс, то есть можно углубиться в эту тему, потому что цифры для менеджера важны. Нужно уметь оцифровывать все бизнес-процессы и подбор в том числе. Четвертая программа – это специалист по подбору персонала со знанием инструментов HR-аналитики. Кстати, очень интересная программа. Кто хотел бы развиваться в подборе, я прям рекомендую, потому что там очень широкий спектр разных инструментов HR-аналитики. Потому что наша воронка – это, по сути, тоже инструменты HR-аналитики. Также у нас есть комплексные программы, где менеджер по персоналу тоже является базовым курсом. Это и менеджер по обучению развития персонала, руководитель отдела персонала, есть комплексная программа. Есть менеджер по персоналу со знанием кадрового дела и 1С, HR-аналитики. Есть менеджер по персоналу со знанием кадрового учета. Есть менеджер по компенсациям и льготам. Есть HR-бизнес-партнер. Есть специалист по организации оплате труда с использованием автоматизированных систем кадрового учета. То есть программ много. Если, допустим, вы закончите менеджер по персоналу уровень 1, то потом вы сможете выбрать разные направления, которые вам будут интересны. Так вот, сейчас я готова ответить на все ваши вопросы. Я вот вижу, первый вопрос уже есть. Светлана, спасибо за вопрос. Верно ли я понимаю, что корректная полная информативная воронка возможно только при наличии плана? И второе – при полном следовании этого плана? Нет, конечно, Светлана. У нас должен действовать ситуационный подход и при планировании подбора в том числе. Я сказала как раз по этому поводу, что хорошо, если бы мы на 80% впишемся в план. Просто иногда мне говорят, что планирование – это пустая трата времени. Нет, не пустая. Вот почему-то, если говорят планирование продаж, то это считается нормальным. Если мы говорим планирование подбора, то некоторые относятся к этому весьма скептически, считая, что мы же не знаем, кто там уволится завтра. Но все равно такая аналитика нам важна. Что касается связки воронки и плана, безусловно, это связка есть, но воронку мы можем посчитать и при отсутствии плана. Светлана, достаточно нам что сделать? Посмотрите, вот мы закрыли вакансию. Какие у нас трудозатраты были по закрытию данной вакансии. То есть, сколько у нас было, какой у нас был трафик на входе, то есть, сколько мы просмотрели резюме, это есть информация, мне кажется, у любого рекрутера. И, то есть, сколько нам надо просмотреть резюме, сделать звонков, провести собеседование, чтобы нам в итоге получить одного кандидата. Кроме того, у вас, например, могут быть какие-то отдельные шаги по этому процессу, то есть, у вас может быть тестирование предусмотрено или проверка службы безопасности. То есть, ну, какие-то дополнительные шаги, вы можете все это детализировать. Поэтому мы воронку можем составить и при отсутствии плана. Я просто к тому, что если у нас план есть, вот у нас есть два рекрутера. В 2021 году у нас будут работать два рекрутера. Мы должны понимать, справятся ли наши рекрутеры с этой работой или не справятся. В данном случае без плана нам не обойтись. Мы составляем план, развиваем его по месяцам, этот план, то есть, в какой месяц, примерно, какое количество вакансий мы закрываем. Далее, с учетом нашей воронки подбора, мы можем посчитать, сколько времени нам потребуется на закрытие вакансий. И понять, справимся мы вдвоем или не справимся. Ну, и здесь мы сможем понимать, как мы можем эту воронку оптимизировать. Вот у меня был пример 448 резюме на входе. Согласитесь, что, допустим, один рекрутер, который просматривает 500 резюме, ну, навряд ли сможет эффективно работать. Это достаточно проблематично. Здесь возникает вопрос, правильно ли мы составили объявление. Возможно, у нас какая-то проблема именно на входе. То есть, надо сократить, надо сделать более релевантный трафик, чтобы откликались именно те кандидаты, которых мы хотели бы видеть. Таким образом, то есть, воронка связана с планом, но не так, чтобы, да, без плана воронку не составим. Воронку составим. Я обычно всегда, вот если я с организацией сотрудничаю, то я могу, да, побеседовав с рекрутером составить, мы вместе садимся, составляем эту воронку даже при отсутствии плана. Поэтому очень много открытий иногда для менеджера по персоналу, который, в принципе, не считал никогда и не думал, но он работает и работает. Но твои трудозатраты он как-то не считал. Но мы должны себя оценить как специалисты, понимать, сколько времени мы тратим, а далее понимать, как оптимизировать эти процессы на разных этапах воронки. Светлана ответила. Так, может быть, еще есть вопросы? Ну что, если вопросов нет, тогда что я хотела? Вот вы можете заполнить форму, я сброшу ее в чат, для получения консультации по профессиональному развитию. То есть для этого нужно перейти по ссылочке, которую я разместила в чате, и заполнить форму заявки. Вот. И также я хочу поблагодарить вас за участие в нашем мастер-классе. Надеюсь, информативно он у нас прошел. Ну и также жду вас на наших курсах. У нас их много. Так что до новых встреч. Если еще какие-то вопросы есть, я тут с вами отвечаю.